Сидеть сегодня в актовом зале этим людям непривычно. Их будни связаны с мерным шуршанием колес по асфальту. Зелёный свет, светофоры, зеркала бокового вида и руль для них лучшие друзья. Ко дню работника автомобильного и городского транспорта глава курорта Сергей Сергеев отметил почётными грамотами лучших сотрудников и руководителей автотранспортных предприятий города. Труд ваш, он вроде бы незаметный, но самое главное, что вы обеспечиваете все, что вас требовали сегодня от жителей города Куроконава. То, что сегодня требует от нас время. И те мероприятия, которые вы осуществляете сегодня, вы осуществляете помощь нашим ветеранам Великой Отечественной Рады, нашим деткам, которые выступают на соревнованиях, нашим инвалидам, которые тоже обеспечиваются безвозмездной помощью стороны перевозчиков. Это самое важное. Начальник отдела по транспорту и связи АНАПа Юрий Кудрявцев поздравил коллег с профессиональным праздником. Хочу поздравить вас и ваши коллективы, руководителей предприятий, водительский состав, механиков, медиков с этим праздником. Пожелать вам удачи, семейного благополучия, ровных дорог и всего самого наилучшего. Владимир Кулаков уже 35 лет привозит пассажиров. Он знает, как найти подход к каждому. У каждого человека свой характер. Это надо понять. Где-то можно промолчать, а где-то надо предупредить людей. Это с детства, наверное, мечта такая, быть водителем автобуса. Как раньше в детстве помню, на старых автобусах, полных людьми, ездили в Новороссийск, невозможно было дышать. Но сейчас приятно, потому что автобусы прекрасные сейчас. Приятно осознавать, что у нас администрация помнит, знает, что мы приносим пользу людям. Чтобы управлять автотранспортным предприятием, нужно пройти, я так считаю, нужно пройти, я, допустим, 23 года работаю в этой сфере. И начинал с ПТП, с моторного цеха. И постепенно за эти годы прошел все вот эти ступени. По традиции с нашим коллективом мы каждый год в это время выезжаем на рыбалку. И потом вечером собираемся в узком кругу. В транспортных предприятиях Анапы трудится полторы тысячи человек. Дождь и снег, жару и холод они ежедневно перевозят тысячи людей в места назначения.